Латвия Зиннис – независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. В этом году в водоемах нашли 51 утонувшего, в том числе 26 во время официального купального сезона. Последний погибший был найден накануне в водоеме в Каугурской волости Валмерского края. Спасательная служба напоминает о необходимости соблюдать осторожность при отдыхе у воды. Многие водители в Латвии систематически нарушают скоростной режим. Как заявил министр сообщения Каспар Бришкенс, в Латвии существует пандемия скорости. Он отметил, что, согласно исследованию РТО, скорость напрямую связана со смертельными случаями. Например, 20 жизней можно было бы спасти, если бы средняя скорость была снижена на 2 км в час. Счет за повышение стоимости проекта Райл Балтика на 39 миллионов евро пока оплачен не будет. На совещании коалиционные партии пришли к выводу, что заключенные договоры необходимо в первую очередь пересмотреть и сделать все возможное, чтобы снизить рост цен. Без пересмотра затрат нет пути вперед, заявила премьер-министр Эвика Силани. Правительство сегодня поддержало освобождение генерал-майора Андрейса Дейланса от должности начальника объединенного штаба НВС. В дальнейшем он будет занимать пост заместителя госсекретаря Министерства обороны по вопросам обеспечения. Вместо Дейланса планируется назначить бригадного генерала Георга Керлинца. После распуска Резакнанской думы сегодня начала работу ее временная администрация. Ее возглавила бывшая руководитель регистра предприятий Гона Пауце. Заместителями Пауце назначены ректор Резакнанской технологической академии Ива Томмиятула и бывший руководитель Рижской строю правы Янис Былковскис. За использование госязыка в недостаточном для выполнения профессиональных и должностных обязанностей объеме в минувшем учебном году были привлечены к административной ответственности 107 педагогов. Недостаточные знания выявлены в основном у педагогов в Риге Лепе и Даугавпилсе. В мае в Латвии уровень безработицы составил 6,7% и был выше, чем в среднем по Евросоюзу и Еврозоне. Самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в мае был в Испании, Греции, Швеции, Финляндии, Литве, Эстонии и Франции, а также в Италии. Работающий под брендом Salt, производитель электронных сигарет ProVape, оспорил в Конституционном суде предусмотренные со следующего года ограничения на ароматические смеси для электронных курительных устройств. Предприятие требует оценить соответствие изменений предложением 105-й статьи Конституции, который гласит, что в Латвии каждый имеет право на собственность. В четверг, 4 июля, организация «Шамир» – музей Рижского гетто и Латвийский музей Холокоста проведут мероприятие «Живое шествие» в память о жертвах Холокоста. Мероприятие начнется в 10 часов утра на Старом еврейском кладбище. Шествие пройдет по улицам бывшего Рижского гетто и завершится у мемориала Рижской хоральной синагоги. Латвия Зинес – независимое русскоязычное издание «Латвии». Ставь лайк и подписывайся на наш канал.